На витринах выставлен мой любимый цвет. Я бы такое никогда не наделала, но вот чисто визуально мне очень нравятся такие расцветки. Яркие, пестрые. Единственное, что меня объединяет с этим платьем, это фасон. То есть юбка сделана так на запах. В последнее время я прямо очень полюбила такие модели. Это очень удобно. Доброе утро, друзья. У нас 10 часов утра и просто кромешная тьма за окном, поэтому я уже с утра сижу с искусственным светом и страдаю. Но зато у нас во Франции так вот нежданно, негаданно образовалось два выходных. Точнее, две среды выходных мы не работаем. И у нас просто на работе. До последнего все об этом забыли. И вот вчера только узнали, что на самом деле сегодня работать не стоит. Поэтому у меня вот организовалась спонтанная стирка. Сейчас я буду готовить себе завтрак, который... На самом деле я давно мечтала об этом завтраке, поэтому давайте переверемся на кухню и сделаем полезную вкусную еду. Вчера в магазине я наконец-то нашла овсянку. И нашла я ее, знаете, в каком отделе? В отделе с хлопьями. То есть я всю жизнь овсянку искала в отделе, где продается всякая разная крупа, типа риса, чечевицы. И овсянку я там не встречала. Вчера я случайно попала в другой отдел и вот наткнулась на нее. Ура! Также я вчера захотела попробовать новое молоко. Это миндально-кокосовое молоко с множеством витаминов. В общем, я сейчас буду все это тестировать. Надеюсь, получится очень вкусный завтрак. И также, наверное, я добавлю ко всему этому бананы и, может, немного дыни. Не прошло и 10 минут, наверное, и мой завтрак готов. Я туда добавила еще бананы и семена чия. Добавила также миндально-кокосовое молоко в кофе. И, не знаю, какой-то странный вкус получился. Все-таки, знаете, я, наверное, приверженец таких традиционных сочетаний, как кофе со сливками. Единственное, что я сама виновата, я добавила слишком много сахара в свою кашу. В общем, надеюсь, будет не слишком сладко. В общем, буду завтракать и листать мане. Мне особенно за завтраком, по выходным очень нравится читать и рассматривать живопись. Медитативное занятие. В общем, буду есть. Поскольку сегодня у меня выходной, я хотела порисовать. Чтобы порисовать, мне нужно сначала зайти в свою кладовку. Затем нужно взять блокнот и найти акварель, которая должна быть где-то в этих пакетах. Либо вот в этом страшном огромном черном пакете, где хранятся все масляные краски. В общем, я надеюсь... А, нет, кстати, мне повезло. Акварель оказалась здесь. Теперь можно рисовать. С кладовки я ухожу не с пустыми руками. Еще, знаете, сегодня мне предстоит такое очень приятное дело. Мне нужно будет передать свой рисунок из серии Метаморфоз. И я прямо так радуюсь, когда есть возможность встретиться с человеком лично, человеком, который меня смотрит. В последнее время мне как-то даже в голову не приходило, чтобы организовать встречу с подписчиками. На самом деле, это же здорово прям узнавать людей, общаться с ними лично. Вот. Ну а пока мне нужно будет зайти в кладовку, взять свою огромную просто папку с рисунками и подготовить рисунок передачи. Одно из, наверное, самых любимых моих занятий в моей кладовке – это искать рисунки и писать сопроводительное письмо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я сейчас собралась пойти на пикник, на сену, и вы не представляете, друзья, как я тупила перед тем, как выйти из дома. Просто я перемерила, наверное, весь свой гардероб и не могла понять вообще, что же мне надеть. Потому что погода такая переменчивая и вроде как 26 градусов, но мне даже в моем плаще, в джинсах и в кроссовках не слишком-то жарко. Отчетом того, что все это дело будет происходить возле реки, я взяла с собой еще и шарф. Вот. А вообще люди, на самом деле, очень странно одеты, потому что большинство людей, которые у меня попадаются, они вообще в пляжной одежде. То есть шлепки, какое-то легкое-легкое платье. Вообще удивительно, насколько у всех разная восприимчивость к температуре. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, можно я поделюсь с вами своим умилением? Мне сегодня пришли тапочки. Я заказала себе на одном сайте, очень выгодном с точки зрения скидок. Если вы не знаете, сайт называется Vente Privé. В общем, я попыталась заказать оттуда первый раз и нисколько не разочаровалась, потому что на этом сайте была скидка у фирмы Etam. И, в общем, эти тапочки в нормальном виде без скидок стоят что-то около 16-17 евро. Я их купила за 6. И просто они такие мягкие, они такие славные, белые. Просто я уже в них немного так походила. В них нога просто, не знаю, как будто два каких-то облачка. В общем, я довольна как слом. Теперь у меня есть новые тапочки, потому что мои предыдущие тапочки, они у меня отслужили верой и правдой, наверное, года два. И у них такое состояние, что показывать их стыдно. Вот, в общем, такие вот у меня новые друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Я в таком диком восторге от парка весной, когда начинают цвести каштаны. Просто цветущие каштаны, это такая красота в Париже. Они еще есть, видите, вот такого вот розового цвета. Но в большинстве своем они белые, как вот этот каштан. У людей у кого-то аллергия на каштаны, это просто кошмар. Я даже не представляю, как они выживают, потому что каштаны почти на каждом шагу. А вот посмотрите на этот зеленый ковер. В нем вот эти вот остатки маленьких цветочков от вишни и как раз белые маргаритки. Еще, знаете, сегодня у меня после работы будет такое официальное мероприятие, на которое мне так немножко лень идти, но все-таки нужно туда сходить. Нашему дирижеру будут вручать медаль. И это будет такое, знаете ли, помпезное, торжественное мероприятие. Вот видите, друзья, про каштаны, о которых я говорила. То есть вот обычно идет аллея какая-нибудь большая, и каштаны с двух сторон. Они вот так вот цветут, а осенью падают с шумом. Но эти каштаны нельзя есть. То есть то, что продают на улице, вроде как должны быть не теми каштанами, которые растут на парижских улицах. Друзья, я пришла с вручения медали. Ничего толком я не сняла, но стараюсь вкратце рассказать вообще про медаль, чтобы это не было занудно. Медаль вручается за какие-либо заслуги перед отечеством, собственно, французским. То есть там, если я не ошибаюсь, есть какое-то особое досье, которое нужно заполнить, в рамке которого ты должен как бы входить. И только человек, у которого уже есть такая медаль, может тебе вручить, собственно, эту медаль. Обязательно должен человек, который вручает тебе медаль, сначала рассказать небольшой исторический подтекст, вообще что за медаль. Когда она была вновь введена во французское общество, рассказать про историю, рассказать небольшую биографию того человека, которому вручают медаль. Вся эта словесная часть делась примерно два часа. Знаете, речь дирижера была настолько просто милая, трогательная. Он ему, естественно, рассказал вообще, что для него важно. И потом идет обязательная часть, это, конечно же, благодарность. Естественно, родителям, коллегам. Он даже нас процитировал персонально. То есть мне он такие добрые слова сказал, прямо ему было так тронуто. Рассказал, что вот, дружба между Россией и Францией будет обязательно крепнуть. Все это так замотивировало нас всех. И потом был коктейль. Такой небольшой совсем, знаете, как семейный коктейль. Вот. Я на нем слишком долго не оставалась. Я просто потом побежала быстрее домой, чтобы успеть вовремя выпустить видео. Я вас крепко обнимаю, друзья. И совсем скоро увидимся. Редактор субтитров А.Семкин